Смоленские атомщики поддержали На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность 20 212 мегаватт, что составляет 101%, чуть больше 101%. В работе 27 энергоблоков, в ремонте 10 энергоблоков. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока, фактическая мощность 2928 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. С начала августа энергоблоками Смоленской АЭС выработано 70 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 24 миллиона киловатт-часов. С начала года выработка составила более 12,5 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана 310 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 12 работников Смоленской АЭС в составе команды концерна «Росэнергоатом» примут участие в чемпионате профмастерства Госкорпорации «Росатом». Накануне отъезда в Екатеринбург, где пройдет AtomSkills 2021, исполняющий обязанности заместителя директора по управлению персоналом Владимир Исаев, встретился с конкурсантами и от руководства атомной станции пожелал им успешно выступить, подтвердив, что на нашем предприятии трудятся высококвалифицированные профессионалы, мастера своего дела. AtomSkills – крупнейший в мире корпоративный чемпионат по методике WorldSkills. В этом году на профессиональном ринге за лидерство в 37 компетенциях поборются представители 16 дивизионов «Росатома» – более 1000 человек. Все они успешно прошли дивизиональные отборочные этапы. От Смоленской АЭС в сборной электроэнергетического дивизиона выступят Марина Таран и Виталий Макаров – «Экология», Константин Шурыгин и Александр Гайдайчук – «Электромонтаж», Светлана Дерибас и Ольга Шафар – «Аналитический контроль», Алексей Архипов и Анастасия Штарева – «Обслуживание и ремонт оборудования РЗА», Алексей Гавриленко, Сергей Прудников, Виталий Федоров, Дмитрий Зайцев – «Инженерное мышление». Как отметил исполняющий обязанности заместителя директора Владимир Исаев, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. И именно атомная отрасль богата на проекты, перевернувшие ход научной и исторической мысли. Возможно, и среди чемпионов корпоративных соревнований есть те, кто в будущем сделает важные для развития «Росатома» открытия. «Инженерное качество, участие, технологические специальности и профессии, те, которые признаны и в стране, и в атомной отрасли. Поэтому еще раз только вам пожелаю удачи в этом нелегком, нужном мероприятии, конкурсе «Росатома». Настрой положительный, заряженный на успех. Едем в компетенции «Каракури». За полтора месяца мы начали подготовку. И сейчас в усиленном режиме подготавливаемся и готовимся к чемпионату. Десногорцы присоединились к акции в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Токио. В городе-спутнике Смоленской АЭС состоялся веломарафон. Велосипедисты с лентами триколора на груди проехали по улицам Десногорска дистанцию в 10 километров. Эстафету приняли участники флешмоба. Под гимн России они развернули более 70 национальных флагов. Акции организованы при поддержке администрации Десногорска, руководства и профсоюза Смоленской АЭС. В них приняли участие взрослые, дети и подростки. Это важно не только для нас, но и для всех спортсменов, которые, я думаю, ощутят на себе всю эту поддержку. Таким образом мы говорим о том, что мы верим в наших спортсменов, в нашу страну. И говорим о том, что в нашей стране есть достойные спортсмены. В Токио выступают 15 студентов Смоленского государственного университета спорта. И мы с вниманием и интересом наблюдаем за успехами земляков, уже пополнивших медалями общую копилку достижений. На их счету три золота и бронза в командных и индивидуальных зачетах. До 8 августа, пока не закончатся соревнования, мы не устанем повторять. Ребята, только вперед! Мы верим в вас, гордимся вашим талантом, силой духа, волей к победе и сплоченностью. 7 августа в 10.00 на спортивной площадке специальной пожарно-спасательной части номер 1 состоятся традиционные соревнования боевых расчетов добровольных пожарных формирований подразделений Смоленской АЭС и подрядных организаций. Для перевозки персонала к месту соревнований будет организовано движение автобуса по маршруту Универсам СПСЧ номер 1. Отправление автобусов в 9.00, обратно в 12.00. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»